Ну что ж, поехали, дамы и господа, начинаем. Team Empire против Na'Vi. Первый матч. Бейст оф три групповых. Dead Wild Western Challenge. HyperX Dead Wild Western Challenge. Так, ну что, достаточно интересно у нас сегодня, как я понимаю, будет матч. Две СНГ команды столкнулись. Можно сказать, две сильнейших СНГ команды столкнулись. Я думаю, можно смело их таким называть. Ну и посмотрим, кто здесь сейчас окажется победителем. Банят Инвокер, банят Ликана. Empire, Na'Vi за банли. Бэтрайдера, Дазла. И Na'Vi берут себе сразу же Эмбер Спирит. Особо не раздумывал. Пупей, первый пик у них был. Ну и сразу же забрали себе сильно удобного героя. Добирают уже тренд протектора. Ну и Empire имеет уже, конечно, парышно. Взяли еще и дума. Эмбер Спирит. Плюс тренд. Очень неприятная комбинация, учитывая, что будет Flame Guard, что будет Лимгармор. Эмбер Спирит сможет спокойно набегать, нападать. Никого особо не бояться. Посмотрим, насколько агрессивно будет отыгрывать Энди. На'Vi пока что думает. Банят Рубика. Empire видит, что остался какой-то оффленер. Какой-то герой для фаника. Нужен какой-то кэрри для хвоста. Посмотрим, будет ли банить Спектро, либо же придумает кого-то еще. Ну и плюс еще нужен один саппорт. Одного тренд протектора здесь явно кажется недостаточно, как я понимаю. Тренд достанется Пупея, обычно он на нем отыгрывает. Нужен какой-то еще герой для куроки. Начинает уже тратиться резерв. Empire. Прям-таки перезадумались. Видят они Эмбер Спирит, видят Рен протектора. Понимают, что Эмбер Спирит, если разгонится, если поубивает он достаточно много героев. Первый минут 15 уже будет сложно достаточно его наскоке останавливать. Очень неприятный герой, очень большой рейндж у него инициации. Очень безопасная инициация. То есть он просто напрыгивает, слайд офис дает. Привязывается и ринг-чейнс. Ну и дальше уже можно будет всей командой набегать и по фокусу просто разбирать по очереди героев. Безопасно. Можно бегать туда-сюда, летать на реймнотах. Летать на базу за бутылкой и так далее. После байбеков прилетать на эти реймноты. В общем-то, герой, одна сплошная проблема. Обычного банят, но в этот раз у Эмпайр были более серьезные цели. Не хотели они выпускать инвокера, не хотели выпускать ликана. Ну и собственно, напросились. Банят они в визажа. Куроки весьма известны своей игрой на визаже, не хотят ему отдавать эту саппорту. Ну и теперь время задуматься на Ви. Энштопарышин, Doom. Банят еще Шадоу Шамана. Шадоу Шамана, Энштопарышин, очень неприятная связка. Это мы уже смотрели неоднократно. Даже в матчах китайского турнира с Иннокап, который смотрели мы буквально месяц назад. Ну и последний бан на Team Empire. Кого еще здесь передумают? Ну, как я понимаю, по саппортам пока что стоит притормозить. Надо подумать про флейнеров. Нужно подумать про героя, которому уже достался хвосту. Он банит, собственно, Луну. Эмбер Спирит плюс Луна, это уж, пожалуйста, многовато будет урона в Раннигре, в мидгейме. По тимфайтам в Нави все было бы... Собирают себе Кентавра. Кентавру в последнее время чуть ли не в каждом матче у нас. Что в западном, что в восточном. Ходит на оффлейн, копит себе на блинк, ну и потом уже со всей командой набегает. Очень плотный персонаж, вдвоем с Думом они будут просто вбегать. Начинать лупить людей. Сквозь них продраться может быть весьма сложно до саппортов, до еще какого-то героя. Ну, а, берут паком. Пак для... Ну, хотя посмотрим, возможно, пак достанется Фаннику, насколько я помню, играл он уже паком недавно на Хардлейне. Эмберспилит, пак, в принципе, оба героя могут достать любой Сололейн. То есть здесь можно обыграть эту ситуацию по-разному. Эмпайр забирает себе Виномайсера. Пожалуй, самый неприятный из саппортов, которые остались, как видно, за баней здесь визажа Рубика, Шадо Шамана, Дазла. Поэтому Виномайсер Эмпайр забирает себе, не хотят его выпускать. Ну, и сейчас самый большой вопрос, какой будет саппорт для Акуроки. Ну, и, собственно, какой кэрри достанется хвосту. Луна в бане, можно, конечно, придумать, спектру взять. В последнее время Навида частенько ей отыгрывают. Возможно, появится что-то еще, но здесь видно, что Эмпайр в плане тимфайтов у них все просто замечательно. То есть есть Дум, который будет выключать одного из героев. Есть Кентауэр, который будет просто набегать вдвоем с Думом, они все на себя будут принимать. Ну и Виномайсер Сенш-Топорейшн в два ультимейта просто будут разгонять все это хозяйство. Времени минуты у Нави. Пока раздумают. Да, я понимаю, что Эмпайр нужно еще один какой-то герой, скорее всего, какой-то соло-герой. Посмотрим, куда отправят они Дума. Кентауэр, скорее всего, пойдет на оффлейн, а вот Дума можно и на мид поставить на самом деле. И взять еще какой-то товарищеский репотенциал. Посмотрим, будут ли они это делать. Либо же возьмут какого-то чуть более взрывного героя, чтобы хорошенько провести свой мидгейм. Учитывая, что у них, как только по ультимейту появляются, они уже достаточно сильные. Нави нужно это учитывать. При своем драфте в 20 секунд остается, берут Дисраптора. Понимаю, что нужно поднимать свой тимфайт потенциал. И, как видно, теперь очень неприятные вырисовываются ультимейты для Team Empire. У Нави будет и Dreamcoil, у Нави будет и Overgrowth Trend Protector. Ну и теперь еще и накрывать будет все это хозяйство статик-штормом. Сайленса будет столько, что, возможно, даже этот сайленс переживать не будут. Венингрейфт. 3 секунды сайленса Дисраптор с своим статик-штормом. Еще 5 секунд, в общем-то, будет сложно. Учитывая Overgrowth, учитывая Dreamcoil, учитывая Kinetic Barrier, из-под этих сайленсов выбираться будет очень проблемно. Ну, в идеальной, само собой, ситуации нужно будет стараться всех ловить. Ну, Empire, последний бан. Понимаю, что остался, скорее всего, герой для хвоста, если, конечно, хвосту не дадут Ember Spirit и фармить сейфлейн. Такое тоже, к слову, вполне возможно. То есть, Нави оставляет себе варианты. Пака можно поставить и на мид, можно поставить и на оффлейн. Ну, в принципе, мы это уже обсуждали. 20 секунд всего лишь остается у Empire. У Нави тоже резервы не так уж и много осталось на последней бане, на последней пике. И, похоже, Empire последнее время на эту бан трассе. Все-таки спектру они действительно банят. Не хотят они отдавать этого героя. К хвосту героя уже более-менее наиграны. Уже смотрели мы матчи на днях на других турнирах, где хвост просто отфармил свой Радианс. И потом переворачивались матчи, собственно, насколько я помню, вчера был. Один из таких матчей. Ну и последний бан на Ви. Куда пойдет Дум сейчас? Такой вот вопрос, отправит ли Дума на мид стоять. Против Эмбер Спирита, против Пака, ну, в принципе. Не думаю, что будет проблем, крипов он будет поедать, что в лесу сходит. Съезд. Сатира найдет. Либо еще кого. Банят Мирану. Ну, как раз неплохо подходил такой Семикерри, который и в мидгейм бы намажил, и в случае, если игра затянулась, было бы полезен. Но Эмпайр берет Клинкса. Все становится совсем любопытно. Посмотрим, как они расставят свои лейны. Ну, в принципе, понятно, что Клинкса, если постараться, можно даже на оффлейн его отправить. Но я думаю, это не лучший вариант. Скорее всего, Клинкс будет просто стоять на миде. Можно их, с Думом, местами менять, на самом деле, здесь разницы особо нет. Клинкс достаточно хрупкий, но в то же время, ганг всего не так-то и просто. Нужно будет готовиться приносить даст и так далее. Ну, а Нави добирают Дарксира, и действительно, хвосту достается Эмберспирит. То есть, вот так вот они решили. Пак все-таки достается Дэнди, а... Дарксир. Паник. Формящий Эмберспирит, ну, посмотрим. Как это все сработает. Здесь, в принципе, все выглядит у Нави достаточно активно. Агрессивно. Так, ну что, поехали, смотрим. Страна Радиент. Нави, пупень на тренд протекторе, Дэнди. Пак пойдет на мид, хвост. Приготовлюсь фармить Эмберспирит к уроке. Дисраптор, ну и Фаник на Дарксире. Ну, по лейнам более-менее понятно. Дарксир, оффлейн, пак на мид. Это мы уже обсуждали. Астра Эмпайр, стран, дайр. Маг, оффлейн, Кентару. Начинает он с ботинком. Не стал покупать себе щиток. Посмотрим, как его там будет харасить. Прогонит ли у вас лейна. Резолюшн Клинксом действительно отправляется на мид. И таким образом... Дум, собственно, где у нас дум? Вот он, Сайлент на думе. Получает на топе чуть ли не фрифарм. Конечно, будет Дарксир мешаться своими Айншелами, но это проблема решаемая. Плайн, наверное, что порешнее. Ну и Ванскор на Виноматере. Как видно, агрессивных заходов в лес нет ни от одной из команд. То есть аккуратно по своим лесам походили, посмотрели. Вардов нигде нет. Пейнвард поставили. Ну и потом уже саппорты смогут делать отплык. Посмотрим, будет ли ранний ром от Эмпайр. Вполне могут это сделать, то есть вкачать. Веном с гейл вкачать. Чилинг тач. Ну и да, его можно прибегать на мид, пытаться пака убивать. Хоть, конечно, очень неприятно он в этом плане. Всегда отпрыгнет на свой ворб. Но если не осмотрительный, свой ворб потратит на добивание крипов, либо на харас. Резолюшн, можно его на этом будет попробовать подловить. Большой вопрос, стоит ли саппортом так тратить свое время. Очень не уверен, получится ганг. Так, Куроки находится сразу же Хейст. Посмотрим, куда он прибежит. Пойдет ли он просто харасить мага. Маг без щитка ему очень больно достанется, в случае чего. Куроки должен его загонять просто сейчас под вышку. Либо можно выйти на мид и попробовать пострелять в Клинкса. Клинкс достаточно худой персонаж. Куроки пока что выжидает. Ждет, когда появится кинтауэр. Маг здесь старается все блокировать. Видно его уже вордом. Ну и действительно дисраптор. Выдвигался в сторону мага, но пока что раздумывает. Хейст у него тикает. Не второй псон. Никуда бежает. Здесь фаник, как видно, уже отогнали его от крипов. Очень активно, очень шустро его прогнали. Кинтауэр тоже в недоумении. Не видит он саппортов, здесь рядом прячется. Пупей тренд. Дисраптор наконец-то побежал. Дождался он, когда пройдут крипы. Выбегает. Смотрит на мага. Маг поедает дерево. Сразу же заранее съедает танго. Мало ли что, сейчас начнется. Клинксом возвращает его обратно к дисраптору. И сразу же маг дает двойной стан. Пытается бежать. Все еще бежит, все еще живет. Ну и похоже выживает в итоге. Салли у него нет. У него только 4 танго. Поэтому, похоже, придется отправляться ему в фонтан. Прохиливаться. План был неплохой, но все-таки со своим станом он ситуацию быстренько поправит для себя. Иначе бы, скорее всего, погибал. Планик здесь уже второго. Смотрит здесь на хардкэмп, получает отсюда опыт. Уж более удобно этот кэмп. Выходить на речку хардлейнера и просто там получать опыт, пока там делаются отпулы. А у Дэнзи на миде. 6 лосхитов, 3 дыная. У Резолюшена 6 лосхитов, 2 дыная. То есть, в принципе, особо он не отстает. В этом плане так. Энштопоришен. Подловили они все-таки флая. Планик. Удивлен, что хватило урона. По карте видел, на нее набегает, но, казалось бы, Дарксир. Замедление он получает и можно бежать. На Сурже, похоже, разводили его как-то на Сурж. И на этом его потом подлавливали. Возвращается обратно. Кулаком по лицу дает ванскору за такое. Но Фаник понимает, что теперь стоит вести себя немного аккуратно так, Дэнзи. Забирает он дабл дэмэдж. Конечно, парышный ему. Не указ. И маг тоже по аналогии с Дарксиром. Пытается забирать здесь опыт садпулов. Здесь вводит крипов туда-сюда к уроке. Паник. Приходится прохилить даже тринту. Левенгармор на нее тратить. А сам Пупей пока что джанглит в лесу. Пытается как минимум джанглить. Купил себе даже Квеллингблейд. Поедает здесь деревья. Посмотрим, как быстро он свой опыт получит. Нужно действительно вкачивать. Левенгармор получать опыт. Но тем не менее, опыт садпулов он отдает только к уроке. То есть к уроке очень важный персонаж. Важно, чтобы он получил быстро свой ультимейт. Вкачал свои глимсы и так далее. В плане симфайтов, в плане ганков. Дистераптор здесь будет. В общем, важно отфарм. Ну не то чтобы отфарм, как минимум с опытом. Хвост стоит чуть ли не на фрифарме. Его особо не напрягает здесь кентавр. Кентавр крутится и вертится. Думает, куда все делись. Где же ходит тренд. Поэтому маг ведет себя аккуратно, пока не нападает ни на кого. В лес особо тоже не суется. Хоть и понимает, что там делают от пулы. Знает, что если его подоят, достанется ему достаточно больно от хвоста в первую очередь. Дэнди включает дабл дэмэдж. Спокойно продолжает здесь его фарм. 20 лоскитов имеет уже. Обгоняет его на резолюшную. Резолюшную всего лишь 12 скрипов. Руна неплохо здесь подсобила. Ждет руна вонскор. Появляется хейст. Вот как раз можно на Дэнди попробовать напасть. Дэнди как раз потрастил свой урп. У него буквально 8 секунд. За эти 8 секунд можно было попробовать на нее набежать. Вонскор терпеливо выжидает. Забирает руну наконец. Побежал на Дэнди. Дэнди откатился уже Элюзерер. Далее Мулейнгармон. Ну и вонскор, я думаю, должен понимать, что уже пора отсюда убегать. Потратил он немного времени. Потратил ману свою. И толком так ничего и не добился. Большой вопрос. Если бы побежал чуть пораньше, я не думаю, что это сильно помогло бы. То есть пока там у Дэнди был кулдаун. Буквально 5 секунд на его орб. Можно было попробовать с Дэнс Клинксом подцепить его. Виномастер. Не стал так рисковать так. Дум. Похоже, ультимейт получил. Нет, не ультимейт. Просто опять они как-то ловят Дарксиры уже во второй раз. Как-то я упускаю эту раз за разом. Для меня большая загадка, как он там попадается, учитывая, что есть Сурж. То ли он жадничает, то ли Суржа он как-то тратит неосмотрительно. Нужно, пожалуй, за ним попристально и наблюдать. Резолюшн уже с шестого. Возможно, скоро отправится по лесам поедать скрипов. Пока же просто стоит, продолжает вынец. Побежал он, наконец, в Хардкэмп. Нужно съесть Сатира. Дополнительный опыт, дополнительный фарм никогда не помешает. Особо по опыту он не выпускает. Только-только здесь начинают погибать скрипы. Резолюшн сейчас уже вернется. Даже решил зафармить себе Хардкэмп. Ну, я думаю, можно переключаться уже на Нетворс. Как видно, на первом месте у нас дом. Вот он, Сайлент. Фейсбутс имеет 1200, даже 1300 у него в кармане. Рано или поздно доделает он. Посмотрим, к слову, что он будет делать. Будет ли он делать Меку, либо же еще какие-то у него планы по этому поводу. Ранний Мека здесь. Импайр должна серьезно помочь. Так, бегает маг. Глимсует ее обратно, и внезапно появляется Клинкс, и просто убивает Дисраптора. Дисраптор, похоже, этого просто не ожидал. Бежит в Хвост, дает все рингчейн, сам получает кувстомп, наконец. Ну и Хвоста просто расстреляет Резолюшн. Появляется еще и Пупей, маг. Очень мало ХП у мага. Выкупается Хвост, возвращается обратно, первым убивает Кентару, ну и Резолюшн в инвизи просто отходит. Ну, собственно, как я и говорил, если есть Ремнант, всегда можно выкопиться на этот Ремнант. Прилететь. Даже Телепорт в итоге тратить не пришлось Хвосту. Но, тем не менее, потерял свой фарм. Неплохо сбежал так Резолюшн, то есть двоих подрезал. Даже Дарксир он перетягивал с стоплейном в итоге. Вальник, пятый уровень свой имеет, но, тем не менее, Кентару уже скоро будет шестой за счет этих убийств. То есть, в принципе, Резолюшн неплохо так сбил. Так, у Ван Скоро неприятно. Случил он же Дримкоил, Сайлен сдал. Но, тем не менее. Так, Клинкса обратно на базу. А у Ван Скоро. Телепортировался он с Дримкоил и особо не пострадал. Можно было попробовать, собственно, Ван Скоро вернуть обратно, Но, похоже, не дотягивался там Диссераптор. У него, как я понимаю, первый глимс. Нет, уже второй. Так, к Фаннику опять приходит. В этот раз уже можно посмотреть, ком погибает, Но здесь уже понятно, что с ультимейтом, думаю, Проблем особых с этим не будет. Не должно быть, можно поденайть Фаннику. Он идет, просит Дэнди его заденайть. Дэнди действительно это делает. Ну и влетает в гуще событий. Здесь очень мало ХП у Флая. В принципе, и у Сайлента не так много. Дэнди поплевывает, конечно, Топорейшн, Но понимает, что пора уже отходить. Мало ли кто там прилетел на вышку. Ван Скоро на карте не видно. Резолюшн тоже исчезает пока что с поля зрения. Не видно его больше вардом. И дом покупает Мидас. Особенно я раздумываю. Так, приходит Фанник. Разгоняется. Скоро кивдом пытается напасть на Сайлента. Пытается его убивать. Сайлент крутится, верится, бегает во все стороны. И просто погибает. Ван Скоро дает гейл Фанника, Но понимает, что Фанник здесь уже просто либо убежит, Либо даже внимание обращать на него не станет сейчас. 2-5 становится счет. Ну и давайте смотреть на графики, Как здесь все выглядит. Эмпайр. 5 сосен у них пока что преимущество. Несмотря на, казалось бы, такой перевес по киллам. Ну и по опыту тоже 5 сосен, в принципе. Потеряли они сейчас. Немного опыта потеряли. Свою кэрри. Ну а здесь уже Кентавр. Кентавр уже седьмого. Уже вкачан даблэдж на полную. Ультимейт скоро откатится. И тогда уже можно будет куда-то выбегать. Приглядывает. Пока что Мак за Фанником. Большой вопрос. Убьет ли он его? Дабл дамаж есть? Пару ударов с руки. Дабл даблэдж. Разгон. Ну как-то он не окликнул, но наконец-то добивает. Получает дремкость, тем не менее Мак. И похоже Мак здесь так и погибнет. Напоследок оставили здесь. Уолл оф реплику. Так, ну и давайте посмотрим, что с Курьером происходило в это время. Курьера на миде, похоже, просто Клинкс убил. Дэнди частенько бутылку свою носит Курьером, даже в большинстве случаев. И очень часто прицепляют эту Курьера за собой. У Клинкса физического урона должно хватать. За пару устрелов Курьера он убивает. Так, приходит Резолюшн, нападает на Дэнди. Дэнди очень много урона получает. Рядом еще Дистрафтор. Дистрафтор должен прогонять этого Клинкса сейчас. Резолюшн уже становится весьма серьезным. Серьезной проблемой для Нави. Отпевается просто Сальвик Клинкс от Хараса, Дэнди. Так, ну и теперь самый большой вопрос, когда Нави соберутся все вместе. Дримкоил пока что в кулдауне 30 секунд. Дэнди без Курьера вынужден бежать на базу. Собственно, в Курьере. Битком просто было всего, как видно здесь. У Дэнди Глоссов Хейст даст телепорты. В общем-то все подряд, включая бутылку Дэнди. Дэнди отложилась на 3 минуты и у Нави из-за этого могут быть сейчас небольшие неприятности. Как-то они потеряют сейчас, рискуют инерцию из-за этого. Маг уже тысячи в кармане. Маг копит пока на блинг свой. Посмотрим, как быстро блинг появится. Видно, что маг ведет себя очень смело. Так, здесь его ловит. Пытается как минимум ловить, но он спокойно переезжает к Курьере. И вдвоем с Клинксом они эту Курьере моментально убивают. Приходит на помощь еще и Файник. Пытается он убить мага. Дримкоил дает Дэнди. Дэнди, туда соваться не готов. Потому что приходит Дум. Тем не менее, Хвост пишет на помощь. Хвост получает моментально Дум. Далее Ургалов Сайленту. Сайленту убивает, но посмотрим, погибнет ли Хвост. Либжилл с Дэнайд и Резолюшн до конца, до последнего. Убивает он все-таки Файника, но сам погибает. Хвост там нужен Дэнайд. Нет, далее мы просто Леймгармар и Хвост спокойно живет. Леймгармар предусмотрительно на себя надевал. То есть достаточно много урона впитать успел. Но в итоге для Эмпайра эта стычка получилась очень невыгодной. Убили они, конечно, Дистираптора, убили Дарктира, но потеряли очень много важных своих героев. Потеряли Клинкса, потеряли Кентавра. Потеряли еще и своего основного кэрри. Собственно, Дума. Сложно назвать Дума основным кэрри, учитывая, что в игре еще Клинкс, но тем не менее. Сайленту нужно продолжать свой фарм. Пора завязывать с перемещением пока что на некоторое время. То есть сейчас уже нужно вести себя немного аккуратнее. Ну и сейчас пришла пора для Клинкса с Кентавром. Забегать во вражеские леса, пытаться кого-то находить. Клинкс уже имеет второй деспак, собственно, как раз. Можно сказать, на пике силы. Купил себе тоже Мейдаст, ну и теперь уже. Либо фармить Оркит, либо пытаться кого-то подлавливать сейчас. Закупает барабан. Ну и Маг здесь оставили в городом одиночестве. Маг как раз сейчас должен здесь свой Блинк доделать. Дэнди наконец-то получает свой Пауэртрейс. Даст тоже у него сун, и Курьер, собственно, оживает. Собственно, поэтому сейчас все на базе там собирают. И бутылку, и даст, и всё остальное прочее. Бегает Резолюшн, но хвост его прекрасно видел. Резолюшн забегает в лес, и можно его здесь попробовать даже поймать сейчас. Хвост просто уходит в райм базы. Клинкс ждёт. Откайз сейчас деспак. Дабл демж ещё есть в бутылке, то есть хвоста здесь действительно можно было попробовать пострелять в него. Но рисковать Резолюшн не стал. Эмберспирит всегда упрыгнет. Тратья на него какие-то кулдауны, какие-то руны. Не лучший вариант. Ну и Нави, собираются они все вместе на миде. Здесь ходит только Олвис и онуфлай, который уже, к слову, получил. А из Блат свой уже есть ультимейт. Виномастер. Давайте посмотрим. Шестого Виномастера, но поезда нового пока что само собой нет. Плюёт уже варды. Намекает Нави, что просто так взять и запушить пока не получится. Параллельно Нави пытается размениться, у них Клинкс Дабл Демжин должен эту вышку просто уничтожать сейчас. Уже нажимал на стрейф, собственно, поэтому был Фрессифай. Так, ну и полетел Айс Бласт. Айс Бласт, вы никуда и действительно вышку. Здесь. Дэнди добивает. Разменялись Турами. Подраться толком никого не получилось. Пока что не готовы друг на друга набегать, нападать. Но Нави, тем не менее, сразу же нажимает смок, пошли искать Дума. Сален, понимаешь, что что-то здесь неладно. Бежит он по Тауру, нужно прятаться куда-то в кусты в деревьях и так далее. Нави готовы его искать везде. Даже телепортируется на Ботлэйн Дум. Уходит куда подальше, нажимая свой смок. Расставляет агрессивный Варда Эмпайр. У Кентавра появился Блинк, собственно, из-за этого Эмпайр приходит в агрессивный режим. Но они не знают, что. Теперь уже и Нави сами приходят в свой агрессивный режим, потому что у Дэнди тоже Блинк в наличии. То есть сейчас, до первого столкновения, посмотрим, кому он удастся инициирует. Ну и кто инициирует, тот довольно большое преимущество будет иметь. Так, невидим Пупей. За всеми здесь приглядывает. Пока что просто прохиливает Тауру. Проседает уже Тердал, пожалуй, стоит возвращаться. Пытаться подраться. Ну и Пупей дается ультимейт, сразу же два телепорта. Приходит еще и Фаник, сейчас будет вакуум. Дримкоил поставили, вакуум нужно стягивать. Мак дается стан, дается там пиццы, разбегаются в разные стороны. Ну и неужели просто все разбегутся. Санит возвращает обратно, успевает он дать Дум хвосту. Хвоста хотелось бы давить. Ох, как болен с Даблэджем. Можно сказать, по всем. Проехался Мак. Дум более-менее прохиливается, отходит. Ну и Эмпайр. Отступление. Резолюшн улетает, улетает его с OneFly. Ну и Дум тоже телепортируется. Никто так и не погиб. То есть все прожали практически по ультимейту и все в итоге живы. Потратили Дум, потратили Дримкоил, потратили Овергроф. Фаник даже в стену поставил, в общем. Понажимали все свои кнопочки, но толком так ничего и не произошло. Ну и расходится команда в разные стороны. Резолюшн нужно продолжать фармить его Оверкет. Дум купил себе барабан, посмотрим, что соберет дальше. Будет ли это Блэк Имбар. Мека можно собирать теперь магу, раз у нее появился Блинк. Резолюшка на Топе резолюшна в итоге по Денайо. Пытались на Авио забрать, но вернули их очень агрессивный Эмпайр на Ботлэйн. Ну и теперь раздолье для Клинкса. Карта, можно сказать, открылась. Сломали они здесь Тир-1. На Топе еще бы сломать, сейчас начнет он сплитпушить постепенно. Наи вынуждены сейчас перемещаться налево-направо. В лесу у них небезопасно, они сами должны это понимать. То есть всегда в любой момент туда может зайти Кентавр с саппортами. На карте их не видно. Так, резолюшн. Подловили. Дали Даст. Дримку тоже дали, но он просто берет и пытается убивать Денди. Денди успевает все-таки улететь. Летит, конечно, на изглаз, но резолюшн все-таки погиб. Денди вовремя отпрыгнул, среагировал. Чуть бы он не погиб, похоже, не ожидал он такой ответ на агрессию. Но здесь параллельно Хвост находит дома. На дома нападает, приходит в трассе даже стампит. Стампит лишь бы выживал, Салент. Казалось бы, Эмпайр. Могли они сейчас куда-то агрессивно пойти побегать, но этим занимается вместо них Нави. Нави неплохо оправились от попытки защиты своего Тердотавра, где у них все не так уж и сложилось. Продолжает вести себя достаточно агрессивно. Но это действительно в их интересах. Они понимают, что если в их лесах кто-то будет расхаживать, собственно, они видят, что Кентару здесь ведет себя очень смело. Можно спокойно фармить вражеский лес, ну и того, глядишь, здесь кого-то они подловят. Ну и плюс скоро уже возникнут проблемы с Рошаном. С Рошаном что-то нужно будет сейчас уже скоро придумывать обоим командам. Он скоро все-таки Мекку делает. Ну и, к слову, даже доделал, фармил он Эншентов, расставлял здесь ворды. Таким образом, у Кентавра оказываются развязные руки. Посмотрим, что Кентавр будет покупать. Появится ли Пайп? Большой вопрос. Очень много здесь магического урона. Пайп неплохо поможет. Райд кликов от хвоста пока что не так много. Конечно, есть Лейтофист очень неприятный. Сам с руки наворачивает в районе сотни, но пока что таких вот страшных слотов у него не появляется. Несет себе Персеверенс, планирует собирать Бэтлфири. До Бэтлфири, до самой еще ждать. Достаточно долго. Так, ну что, смотрим. Как здесь дела? Полторы тысячи Эмпайр по золоту. А у Нави Парус очень уже преимущество по опыту. Пока что сохраняется такое шаткое равновесие в игре. У Нави преимущество на одну вышку. Но Эмпайр в любой момент могут забрать Арашана. Буквально пять сотен осталось до Оркеда Клинксуха. Давайте посмотрим, может быть здесь что-то лежит. Нет. Там чейн лежит, там маг внесет себе Клок. Ну и как я говорил, делает Пайп Кентауэр. В симфате. Под статик шторм, чтобы не проседала вся команда. Если их опять так же поймает Рент. Неплохой ультимейт был от Трентан, но как-то урона просто не хватило. Все успели разбежаться. Под стампидом. Ну и наконец собирается Нави. Дэнди купил себе Го Септер, принес. Курок с урной. Мекку Фанника 1300 в кармане. Посмотрим, будет ли собирать он себе Блинк. Копить на Блинк. Эмпайр предусмотрительно отходит аж через базу. Бегут с Ален с магом. Ванскор тем временем здесь расставляет варды. Сейчас что-то будет. Очень агрессивно здесь выходит Пупея. Он в своем... В своей невидимости, само собой. В Нечас Гайз. Приглядывает. Выводит он. Выводит резолючный смок и сразу Пупея сам себя показывает. Закончилась у него длительность. Невидимость его. Остальных от Эмпайр пока не видно. Но сами Нави прячутся на хэкграунде. Они в любой момент готовы нападать. Пойдет он скоро сейчас приводит сюда. Если вард, то его можно было попробовать подловить. Он как раз вард плюнул, но оттуда уже все разбежались. Наконец-то команда понимает, где кто находится. Нави время потратили. Ну и спокойно расходится. Вот так для Эмпайра. Опять открывается карта. Можно пойти пофармить лес. Можно пойти попробовать что-то с Рошаном сообразить. Либо же забежать попробовать кого-то убить. Пошел в лес резолюшн. Пошел смотреть, где что. Здесь фармят. Аж в четвером ходит фармят. Лишь бы никого не подрезал. Это сам Клинкс. А Клинкс, вот он. Сайленс есть у него. Нападает на хвоста. В хвоста постреливает. Буквально последний удар. Ливенгармур. Но не хватает этого. Прокает оркет. И, само собой, хвост рассыпается. Ну и сразу все идут на Рошана. Ну, кстати, большой вопрос. Можно и без хвоста попробовать подраться сейчас с Найви на Рошане, на самом деле. Хвоста нет Байбэка. Он успел купить клеймер перед смертью. Не стали Найви вырываться. Не стали давать вакуумы своей статик-стормой и так далее. Рисковый был маневр. Понимаешь, что там Мека. Ну и Рошан в итоге выпускает. Айгис достается к Клинксу. Ну и Найви вынуждена. Удержаться около своей вышки. Так. Есть опять какой-то резолюшн. Резолюшн получается аннис, получает Дримкоил. Далее Макинесский барьер. Ну и просто телепортируется. Вакуум сбивает. Наконец-то телепорт. Ну и теперь резолюшн уже теряет свой Эгис. Это только Эгис. Ставит на него статик-сторм наконец. Далее Верглорф ничего не пожалели. Приходит сюда уже Дум. Приходит спасать. Влетает еще и Мак. Вот как раз похоже не стоит спасать резолюшн. Потому что теперь уже и Дум скорее всего погибнет. Успел он дать свой ультимейт хвосту, который уже оживает. Сам Сайлент идет. На нем тикает урна. А здесь остальной команде придется расходиться. Так, Мак. Ловит. Убивает он Дарк Сира. Он сам телепортируется. Забивает телепорт темнее хвост. И Мак все-таки погибает. Я считаю достаточно неудачный был забег от Эмпайр. Клинкс у них погибал в любом случае. Торопились они со всех ног туда бежали, конечно. Но сами не успели. И плюс еще и подставились. Потеряли еще и Кентавра. Пусть он конечно успел бить Дарк Сира. Но я не думаю, что того это стоило. Правляется Дэнди на базу. Дэнди с Гемом, собственно, поэтому там Клинкса так неаккуратно. Ну, точнее, не то, что неаккуратно. Так подловили. В общем, не вовремя для Эмпайр, когда Клинкс у них был там один. Давайте посмотрим, как это здесь все поменял. У Эмпайр 3000 по золоту. Убивали они Ирошану, собственно, поэтому у них с золотом все так замечательно. Но по опыту они теряют свое преимущество. И уже меньше тысячи у них преимущество по опыту. Но все еще сохраняется такой относительный паритет на карте, когда команды более-менее на своих половинах ходят, пока подфармливают. Выходы на чужую половину либо в смоке, либо в невидимости. Как это делает Клинкс? Ну и Клинкс, я думаю, уже будет думать дважды перед тем, как забираться в самый глубь вражеского леса. Маг продолжает доделать свой пайп. Давайте посмотрим. Хвост. Пока что нет у него Баттлфьюри, но я думаю, скоро уже доделает объявиться. Где-то через минуту. Уже в тимфайте будет очень неприятно. Если подловить всех в такую же комбинацию, как ловили на Абутлене, то есть Орграф, Дринкоил, Вакум Стенка и так далее. Все это просто прожмут. Плюс хвост будет влетать. Слейт офис давать со сплэшом по всем. Это уже будет действительно больно. У Фанника появляется Блинк. Ну и нарастает постепенно напряжение. Команда понимает, что не готова они пока что просто собираться и давить, прямо-таки ломать, все пушить. Импайр, как видно, подбирается пока что к топ-тауэру, но большой вопрос, получится ли им там подраться. Так, здесь бегает Резолюшн. Так, поймали Резолюшн, влетает. Влетает Азбласт и у Фанника большие неприятности. Дали ему, конечно, Ливинг Армор, но Фанник, тем не менее, рассыпается. Погибает Резолюшн. Просто стоит на стреле, всем по очереди, получает. Он, конечно, Орграф, но теперь улетает. Хвост привязывает его в очередной раз. Забивает телепорт. Оказывается, в нужное время, в нужном месте. Но за это топ-тауэр, похоже, потеряет сейчас Нави. Портифай был. Был Ливинг Армор. Эмпайр в итоге разбегается, Нави. Таким образом, свой тавр задефали. Ну и Нави опять. Играют они на... Так. Эмпайр, побежали. Похоже, просто вышку побежали убивать они. Да, действительно, прям-таки напрямую танкуют эту вышку. Два телепорта, пора бежать. Уже влетает Дэнди Дринкойл. Они, конечно, нет, но, тем не менее, вручную будут пытаться хоть кого-то ловить, хоть кого-то разбирать. Здесь возвращает обратно мага. Вот, как раз, мага можно пробовать убивать. На всякий случай, даже Даст ему дали. Вдруг он внезапно станет невидимым. Забивает очередной телепорт. Эмпайр, как видно, каждый раз пытается телепортироваться. Каждый раз это не получается. И мага убили. Напоследок Айс Бласт, но Айс Бласт этот уже никого не пугает. Ну, как видно, Нави неплохо они сыграли за последние 5 минут на агрессивности Клинкса. Похоже, Резолюшн воодушевился стычкой ранее, где они здесь убивали диссерапторов с хвостом. Ну и в одиночку ходил, пытался всех убить. Дарксиро он, конечно, убивал, но... Самый раз за разом погибает. Нужен все-таки Блокимбар. Пожалуй, стоит им немного перетормозить, подождать, пока у него этот Блокимбар появится. Ну, а потом уже... Выходить в такие вот набеги. Как минимум, телепорт уже тогда не собьют никто, кроме Трента. Саня-то свой Блокимбар уже в наличии. Плэйт Мелон покупал уже достаточно давно. Дум весьма плотный. Посмотрим, что у саппортов появляется действительно Пойнт Бустер. Вот я как раз думаю, что в 2 Аганима будет все очень здорово в плане тимфайтов. Первый Аганим уже в ресурс, но что будет сделать Энш Топоришин? Вот он, еще один Пойнт Бустер. Посмотрим, получится ли у них эти артефакты доделать. Если доделать, наиве будет драться совсем неприятно, то есть нужно будет как-то все продумывать. Переждать дебаф Айс Бласт, переждать ультимейт Виномайтер, который огромное количество будет урона наносить. Ну, а если неаккуратно поставиться, можно в 2 кнопки чуть ли не всю команду будет вайпнуть. Нужен будет пайп. Собственно, фанику, пожалуй, стоит уже задуматься в этом плане. Сделать пайп. Пупей пока что только-только доделает Мекку. Ну и как-то я удивлю... А, ну, Рошан, 2 минуты. Дэву таймера еще только здесь, пока что. Неторопливо, команда продолжает расхаживать. Все-все формят, наконец-то подбираются Нави. К Тир-1 Тауэр на Аббл-цейне, последний Тир-1 Тауэр. Команда Эмпайр. Эмпайр нужно размениться на меде, но разменяться они не факт, что успеют. Айс Бластом отгоняет, конечно, Нэнш Топоришин здесь пытается как минимум отогнать. Кваста с купеем. Но, помимо этого, никто не телепортируется и решает просто сдавать вышку Эмпайр. Добивает Тауэр Кост. Пуфири уже есть, покупает себе Огро Клаб, ну и скоро доделает. Свой Блэкин Бар уже будет не так страшно в тимфайтах. Он знает, что полетят Айс Бласты, полетят Польза Новый. Кентар будет запрыгивать, давать станы, давать даблэджи. В общем-то, жить будет проблемно. На Флейн Гвард здесь, надеяться, пожалуй, не стоит. Так, нападает с Блинка на Виномастера, ничего на нее не жалеет. Дринкод даже дали на всякий случай, ну и вам скоро подрезали, убили. Очередной Айс Бласт, но в этой игре Айс Бласт как-то вылетает больше, чтобы напугать. Оставляет Кост Рен на всякий случай. Так, ну и вот он Блоким Бару и Резолюшн, как видно, сразу же отправляется в вражеский лес, особо не раздумывая. Находит, находит Куроки, внимание на Фанника абсолютно не обращает, Куроки в любом случае уже погибает. Еще и Мак помогает. Можно еще и Фанника попробовать найти, но Фанник уже улетел. Там Рем-то они замечали, очень много на него Виномастер кликал. Но хвост не торопится возвращаться, ему там делать совершенно нечего. Ну и Сайлент пока что аккуратно доделает вон свою Кирасу. Нужно ждать Кирасу Сайлента, нужно ждать следующего Рошана. Нужно ждать, скорее всего, Кристаллису и Резолюшн, я думаю, скоро появится. Ну а потом можно будет попробовать как-то схлестнуться. Еще бы вторую поизу нового получить, второй. Айс Бласт, собственно, поэтому здесь Лос-Онфлай стоит в одиночку отпушивает. Получает опыт. А до Рошана еще целых три минуты, то есть время на это у Эмпари есть. Так, ну а она ведь тем временем, Дэнди. Ультимой Торп имеется, полторы тысячи примерно осталось. Появится эта у Вась, так нужный артефакт. Фаник, 1400 пока что золото не тратит, но в принципе уже обсуждали, что Пайп ему, скорее всего, понадобится. И хвост, похоже, купил он мне Фрехаммер, сейчас уже доделает себе свой Блэк Ким Бар. Так, Эмпайр готова уже драться, прям-таки с насколку, с набега, понимает, что скоро будет Рошана, решает, что надо сломать Тауру, иначе на него при драке на Рошане смогут телепортироваться люди. После байбеков нужно сейчас попробовать продавить эту вышку, посмотрим, удастся ли. Нави должны быть готовы давать отпор сейчас. Ультает Дэнди, дает Сайленс, пока что просто пугает. Давайте посмотрим, что я еще думаю, думаю, Ауру Волка просто. Никаких сеток, никаких штанов. Вышку действительно просто убивает Резолюшн, и Резолюшн забегает в самую толпу, но недолго, думаю, начинает убивать Курок, и получает Ауру Голд. Влетает АЧМАГ, Магу тоже достался Ауру Голд. И пошли ультимейты на Майтер, ультимейты, Неча Топорейшна. Поставили Статик Шторм, но Статик Шторм уже никого здесь не пугает. Даблкил, в итоге у Резолюшн убил он. Дистираптора убил. До этого еще и Хвоста. Ну и похоже еще и Тир-2 сейчас Эмпайр забирает. Нави. Поставились они немного после этого Тир-1 Таура, как-то Резолюшн очень смело забежал, Драку затеял, и... В итоге, Драку эту очень уверенно Эмпайр побеждают. Сейчас, казалось бы, самое время бежать на Рошана, но, к сожалению, для Эмпайр Рошана пока что нет. У Нави есть небольшое время, надо оправиться и, пожалуй, пора бы самим собираться в сторону Рошана, бежать смотреть, что там будет. Нави теперь нужно играть аккуратнее. Нужно ждать, пока появится Хекс у Дэнди. Нужно ждать, когда появится Мека. Ну, собственно, на Мекку хватает сейчас Тринтут Пупей. Немного жадничает, что он Мекку не покупает. Вот, похоже, скоро придется докупать рецепт. Похоже, хотел на Фаст Блинк себе нафармить. Два компонента собрал и задумался, а не купить ли Блинк. Забивать или порты и так далее. До этого это действительно получалось сделать, но на Меде... Немного сейчас не пошло в этом плане. Маг, как мы видим, уже с Пайпом. Уже есть у него 2000, помимо этого. То есть скоро у Мага еще что-то появится. Посмотрим, будет ли это... Что-то вроде Шивы, что-то вроде... Карта в Тараск. На силу, возможно, стоит закупиться на случай, если... Будет у него какой-то ПВП там с Хвостом. Чтобы Хвост просто убивал саб-пассивку. Да, действительно, вот он, Блинк. Покупаю этот рент. Посчитал, что это важнее Мекки, но действительно, там столько урона в тимфайтах, что... Не факт, что Мека помогла бы, там идет все по фокусу. Дэнди, сайтову Вай свой доделает, и вот сейчас им надо пробовать... Кого-то находить. Рошан уже живой, сейчас пойду туда Эмпайр. Хвост бегает, просто фармит вражеский лес. У Нави единственный обсервер стоит. У Клэншентов. Пока что не видит мага. Хвост здесь. За Хвостом. Приглядит резолюшн, и в Даймс Думу сейчас должны убивать. Сайленс. Дали Думу даже, ничего не пожалели. Оркет почему-то не стал нажимать резолюшн. Решили, что будут Дум давать. Ага, ну, Хвост облаким Барда. Собственно, из-за этого. Обычный Сайленс, он снимал бы, упрыгивал. Ну, а Дум не снять. Ну, теперь Нави теряет Хвоста. Они, похоже, сейчас потеряют из-за этого Тирдотауру. И как бы не потеряли еще и Рошана. Для Эмпар ситуация становится очень выгодной. Второй раз подряд они удачный размен находят. Ну, в этот раз не то, чтобы размен. Просто взяли убили Хвоста. Спокойно ломают вышку. И, похоже, готовы перемещаться еще и... Нет, все-таки на Рошана побежали. Не стали наглезть. Так. Ходит резолюшн. Дэнди все еще с гемом. Как бы сейчас план перехват не был. Сайта Васи мы дали. Выбегается под кинетическую барьеру. Ну, и похоже на этом. История заканчивается. И выясняется, что Виномастер уже доделает свой Аганим. Уже появляется Дэдаус. У Клинкса. Конечно, Парижен. Давайте посмотрим. Пока только Огр Клаб. Но полторы тысячи, даже чуть меньше уже осталось. Да, аганим Септера. У Нави шансов все... Шансов все меньше и меньше с каждой минуты. Что-то им нужно предпринимать. Большой вопрос, что... Рошан они уже упустили. Но, тем не менее, в смоке продолжают бежать в ту сторону. Посмотрим, удастся ли им найти свою драку. То есть на бумаге комбинация у них неплохая. Все эти вакуумы и куча ультимейтов и так далее. Но уже у Эмпайр... Столько преимущества, столько слотов, что... Поком подраться. Возможно, даже не выйдет. Так. Видя дома. Приходит первым. Пытается убить Олд Сон Слайд. Тем не менее, Кентауэр недолго дома нажимает с ультимейт. Ну и пошли всех урубить. Убивают Дистраптера, убивают хвоста. Здесь прогоняет Фаника. Фаник в госсептере пытается жить, пытается телепортироваться, похоже. Посмотрим, даст ли ему это. Лавдес забивает ему телепорт и просто убивает. Эмпайра потеряли только... Не, они что-то Парышна, ну а Нави? В живых остался только ПП и остался только... Пак. Дэнди уже отпушит топ. Ну что, Эмпайра, в своем праве себя должны сейчас ощущать. Можно спокойно ломать здесь Тир-2, как бы на Хаграм. Прямо-таки не пошли, но я думаю, пока рановато. Целиком себе шилу несет Дум. Еще больше брони, в общем-то, Думы сейчас убивать просто нечем. Такая вот проблема возникает, что сейчас Кентауэр тоже себе доделает Хартов Тараска, и вдвоем с Думом они могут просто идти и бить людей рукой. Своими саблями-топорами. Никто им за это ничего не сделает. Даже если сдадут у них все ультимейты и так далее, пожалуй, самое страшное для них это... Ну, возможно, Люси Дарксерна, да и то не факт. Самих у них не настолько пока много урона. Ну и пока эти двое плотных персонажей расскажут, просто всех распугивают, Резолюшн задних рядов должен настреливать. Криты уже прокут, как видно, криты по 7 сотен. Ну и Флайв до Аганима осталось. Буквально пару крипов зафармить, уже будет Аганима, и вдвоем с Веномастером они тоже будут очень опасны. У нас есть проблема, они не знают, как фокусировать. Двоих плотных персонажей точно фокусировать не стоит. Сейчас пытались они фокусировать, а на Штопорейшн тоже не пошло, потому что именно эти толстые персонажи просто на них ворвались и уничтожили. Случай чего, Эмпайр готов, просто каждый по своей кнопке нажимает и... О, Нави. Тимфайт просто разваливается на части. Ну, не делюсь, если Эмпайр уже пойдут сейчас ломать как Гранд. Вот он, Аганим. Венш Топорейшн, а сам он уже 11-го. Дабл дамедж на речке. Видите, он пока что только Нави. Ну и, казалось бы, все готово. Давайте посмотрим по кликам, какие еще слоты здесь могут ждать. 1600, он скоро можно будет... Ну, можно на Байбайка ставить, можно купить Го-Септор. В принципе, там с райт-кликами никто особо не тревожит его. Ждут, похоже, сердца для Кентавра, который отправляет Курьера за рецептом. Принести нужно все это хозяйство, и можно будет уже бежать. Закладывать, в центре варды закладывают рецепт на Хартов Тараск. Игл Сонг еще и для Клинкса летит, который просто слотов для этого уже нет. Так, есть хвост. Хвост как-то просто вбегает в толпу и говорит Джи-Джи. Не стал ждать, пока им будет разламывать. Ну, здесь, в принципе, и так все было понятно. Последние буквально минут 10. Как видно, здесь такой вот резкий обвал был. По обоим графикам. Ну, и не стали ждать, пока Эмпайр там собирались на бой, пока таскали Курьера через всю карту. Убивают здесь Фаника. Эмпайр. Ну что, неплохо. Эмпайр реализовали свой драфт. Не то, чтобы прям-таки все у них было гладко, там убивали несколько раз резолюшно. Чего было, не посыпались из-за этого Эмпайр, но потом быстренько оправились, свои слоты нафармили и спокойно. Довершили начато. Так, ну что. Пока что счет 1-0. Это у нас Best of 3, напоминаю. То есть сейчас будет перерыв. Буквально 5-10 минут. Ну, а потом уже вернемся, будем смотреть, отыграются ли Нави. Продолжение следует...